Панечка, давай мы при Зарею сейчас еще расскажем, как называлась группа Сергея Захарова. Черная мантия. А, Сергей Захаров здесь бывал? Сергей Захаров и Владимир Бишевский бывали здесь? Здесь вот. На этой комнате. А, да, красная Захарова. А вот эта фотография сделана, вот эта фотография, сделана за Зарею, за полушкой. А Зарея на втором этаже, да? На втором. А Вена от нас, вот вход в Вену стоил 3 рубля, вход в ВДФ. Вот у Роберта Михайловича Уртанена я очень хорошо знал. Да, а вторая... Я даже ему продал оленей рага. Ну, мне подарили рага. Вот. А с Роза Витров я, работая в Гатчине, я специально ходил к Роберту на дискотеке за 3 рубля. Хотя мой мастер ПТУ-69 работал в УДМ. Венские звезды? Конечно. А в Исфолмаэре, Исфолмаэре тогда я играл в парке Бабушкина. А ты знаешь, что... И знаешь, что проебала Гатчинская студия звукозаписи? Бабина, Исфолмаэра, Исфолмаэра, Исфолмаэра. Вот я проебал с акайами, с электрониками, и с грузовиками, и тропами. Ты же знаешь, я антиматюжник. Ну, я... Ну, бать, ну, я... То, что я сохранил, то, что я... Я матюжник. Ну, я матюжник. У Роберта Михайловича Вартаняна было на то время, ну, перед тем, как его убили, три заведения. Это... Я знаю только Вен. Венские звезды, потом на Ивановской, на то время назывался Лагуна. И на Седова Диана. Вот, Ваня, вот это я не знал. Я знал, узнал, как его... Везде очень вкусно кормили. Ну, я понимаю, я помню. Ну, я знал, как его... Вену за три рубля. Эй, ты представь себе, у него было два телохранителя, два брата-близнеца, однояйцевых. То есть, похоже, друг по-другой. Вадим и Костя, они снимались даже в кино. Их можно увидеть в кино «Улица разбитых фонарей». А, кстати, у кого-то разбитых фонарей. Хочешь, я тебе буду сказать? Подожди, я еще не рассказал. Когда я работал армииектором в клубе «Такси», так получилось, что эти два брата ко мне приехали на своей «Волге» 24-й. Они очень посчитали эту машину. Она у них была тенинговая. А они, если что, не на Измайловском жили? На Бронницк. А, они жили, я не знаю, где. У меня что-то в «Волге» 24-й с Измайловским и с Гачиной. Я не знаю, где они жили. В общем, они ко мне приезжали. И в свое время я их попросил помочь мне, как охране, когда у меня выступал Шмуров со своей командой. А где же Сережа? А мы хотим выпить. Я пошел им за водкой, встречаясь с Серегой. Несу им литр водки. А он говорит, «Ваня, ты кому несешь этот литр?» Он говорит, «Твоим ребятам». «Ни в коем случае». «Можете, можно я скажу про Серегу?» Я скажу не про Серегу, я скажу про его детей. Скажи мне. Его дети очень патриотичны, слава богу. Сын Шнурова вышел, чтобы сфотографировался на фонтанке между баром Пургой и свиным рывом, когда была его выставка. Сын Шнурова вышел, чтобы сфотографировался на фонтанке между баром Пургой и свиным рывом, чтобы сфотографировался на фонтанке между баром Пургой и свиным рывом. Сын Шнурова вышел, чтобы сфотографировался на фонтанке между баром Пургой и свиным рывом. Сфотографировался на фонтанке между баром Пургой и свиным рывом. Он всю команду выгнал на улицу, построил их шрингой и начал отсчитывать конкретно, что бухать перед концертом нельзя. А после можно. Слушай, вот не бухал, сейчас не ровно, но я могу рассказать, как я первый раз пришел на концерк Шнурова. Ну, это это К, это само собой буква И, это майский дан, это Ира, это металл холдинг. Ну, и тогда Вася Хараим сказал, что он не может, ну, Васька не пошел с нами. Потом мы еще раз, потом мы еще раз сходили, и именно мы встречались под буквой И, в юбилейном. Я всего три раза был на концерте Шнура, и мы всегда покупали миски. 18-летний, да? Да, но там дискиса такой, металл холдинг называется. Ну, металл холдинг, когда работал с фирмой Орло, это привозка. Хотя, металл холдинг мы не возили. А, еще один интересный факт. Сережа Шнуров со своей командой выступал у меня 2 июня 2000 года, и тогда была жара в Питере 33 градуса. В клубе было чуть меньше, ну, чуть ниже. 31, ну, Шнуров вышел на сцену, в трусах и в галстрах. А, ну, это я помню. С виски обычно выходил еще. Ну, было прикольно. Вот. Ну, на самом деле ценность квартиры в другом. Ну, как называется твоя группа-то? Что мы начали? Rock Fight. Вот. Вот. Ну, это Брежневка. Накутый. И мы ничего не говорим про группу DDT. Ничего не говорим. Ну, мы получили. Я все-таки неприятные вещи скажу, когда DDT курировала, ну, группа DDT курировала концерты, скажем, это было в Зеленогорске. Ой, нет. Выборги. 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 Они ставили свою аппаратуру. Было 18 команд на фестивале. Хэдлайнеры типа? Ну, хэдлайнер был... Кто? Шевчук? Ну, я с другими хэдлайнерами работал. Так вот. Звукооператоры, звукорежиссеры группы DDT ставили такой поганый звук всем командам, что невозможно было слушать. В то же время была... А! Мы забыли сказать одну из команд, в которой играл Женя Павлов. Рок-н-ролл сити. Они там выступали. Я уж как только не кривлялся перед этими операторами и показывал, как надо сделать. Ну, ты сделал звук. Хорошо, я... Последний момент, когда ты сделал звук, это тропинник, второй день, где меня не было. На бацюрис. Нет, я не делал. Ну, ты попросил сделать? Я только попросил. Так. Хорошо. 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 Видимоatincze нагреводы, Продолжение следует...